Всем привет! В этом видео я покажу как настроить War Thunder и видеокарту, чтобы как можно комфортнее играть в тундру. Рассмотрим несколько пресетов для средних и слабых ПК. Итак, приступим. А если вы еще не скачали тундру, то ссылка есть в описании. Переходите по ссылке, качайте, настраивайте игру по гайду и врывайтесь в баталии. Ролик скорее для обладателей слабого железа. Я покажу как выжать хотя бы комфортное 60 фпс, просто настроив игру и видеокарту не испортив графику. Такой принцип. Итак, для начала настроим вашу видеокарту, чтобы она лучше работала с играми. У меня Nvidia, показываю на ее примере. У AMD аналогичные функции, но другой интерфейс. Заходим в панель управления Nvidia, вкладка регулировка настройок изображения. Выбираем функцию пользовательские настройки и передвигаем ползунок в сторону производительности. Сохраняем. Далее вкладка управления параметрами 3D и настраиваете так, как показываю. Куда графические процессоры. Выбираем вашу видеокарту. Анизотропная фильтрация. Отключаем. Вертикальный синхроимпульс. Отключаем. Виртуальная реальность. Отключаем. Затенение фонового освещения. Отключаем. Потоковая оптимизация. Выбираем авто. Предпочтительная частота обновления экрана. Высшая доступная. Размер кэша драйверов. По умолчанию для драйвера. Режим низкой задержки. Отключаем. Сглаживание FXAA. Отключаем. Сглаживание гамма коррекции. Включаем. Тройная буферизация. Отключаем. И с фильтрацией текстур делаем вот так. Первую функцию. Включаем. Вторую выставляем на высокую производительность. Третью разрешаем. И трилинейную оптимизацию. Включаем. Все. Затем вызываете быстрое меню вашей видеокарты. По стандарту это комбинация клавиш Alt-Z. Заходим в настройки. Вкладка прямые трансляции. Уменьшаем качество до минимума. Отключаем эту функцию и понижаем битрейт. Далее заходим во вкладку лучшие моменты. И отключаем ее тоже. На этом с настройкой видеокарты мы закончили. Это важные шаги, что нужно было сделать. Также после того, как вы запустили игру, нужно открыть диспетчер задач. Перейти во вкладку подробностей и найти процесс игры War Thunder. Нажать правую кнопку мыши на этот процесс и задать приоритет. Строка высокий. Режим реального времени наоборот вызовет кучу лагов и вылетов. Из-за того, что доступные ресурсы производительности ПК будут меньше. Попробуйте поиграть с этим приоритетом и посмотрите, как улучшится производительность. Или наоборот. Теперь настройки графики в игре. Не рекомендую качать чьи-то файлы из интернета с ультра низкими или другими настройками. Вы можете скачать вирус, который навредит вашему ПК и вашим данным. И еще я не рекомендую использовать стороннее ПО для создания конфигурации. Это все фигня. В настройках игры все можно сделать. Не ищите сторонние программы. Общая концепция настроек. Что нажимать и где. Заходим в настройки раздел графика. Если у вас очень слабый ПК, вам нужно нажать одну кнопку. Это выбрать раздел минимальное качество. Вылезет предупреждение, что это только для тех людей, у кого игра плохо работает на пресете низкая. Этот пресет позволит играть на очень слабом железе. Далее уже советую настровать вручную, если у вас ПК обладает хоть какими-то мощностями. Главная задача это найти золотую середину, чтобы добиться 60 фпс и не убить качество графики. Итак, отключаем анизотропную фильтрацию, убираем сглаживание, обязательно отключаем ССАА, также понижайте качество текстур и качество теней. Эффекты вам тоже не особо нужны, можно понизить. Дальше уже в зависимости от того, на каком типе техники будете играть. Если вы будете играть за авиацию, то оставляйте настройки неба, но понижайте качество ландшафта и растительности. Если играете на танках, то отключайте качество воды, травы и неба. В кораблях понижаем качество ландшафта, неба и листвы. Тут в общем-то вы поняли. Дальше отключаем отражение и переходим к правому меню. Если у вас большая нагрузка на видеокарту, отключайте тени вообще и эффекты, которые описаны в правом блоке. А также если видеокарточка слабая, то есть ниже 10.50, то включайте совместимость со старыми видеокартами. И не забывайте тестировать все настройки, которые вы делаете. Ищем золотую середину и сохраняем настройки на будущее. Для слабых компов на нашем канале есть видео, в котором вы узнаете, как настроить игру для слабых компьютеров и повысить FPS. Можете посмотреть по подсказке, там я полностью раскрыл эту тему. Теперь настройки для средних ПК. Заходим в настройки, выбираете пресет средний. Теперь еще докрутим настройки, чтобы игралось приятнее и не кушало много ресурсов. Включаем анизотропную фильтрацию на X8. Также ставим сглаживание FXAA. В параметрах производительности выбираете пресет FPS. Качество текстур можно ставить на высокое, тени на низкий уровень, чтобы не перегружать видеокарту. Ползунками ландшафта, облаков и воды все аналогично, как и для слабых ПК. Только можно ставить значение выше. В правом блоке включите тени, тени от объектов, мягкие частицы, детальный дальний ландшафт и можно даже улучшенную растительность. С этими настройками можно хорошо так играть и глаз будет радоваться от графония. Ну и последнее, поднастроим и ознакомимся с управлением. Заходим в настройки. И тут можно в разделе общие изменить настройки мыши. Переназначить клавиши, чтобы было удобнее управляться с техникой. Советовать что как переназначать это как минимум глупо, ибо с моими настройками вы не будете играть так же как и я. Вообще, чтобы вам было понятнее, я играю на базовых настройках. Я даже не менял настройки клавиш. У меня на мышке установлено 400 dpi, но это я настроил в своей мыши. И чуть-чуть еще настроил в самой игре. Чувствительность на 25%. Мне удобно, вам может быть неудобно. Ну и на этом все. Я показал вам как настроить игру для слабых и средних ПК. Надеюсь, вы нашли для себя золотую серединку и повысили себе качество графики. С настройкой управления тоже пояснил и поделил со своей настройкой мыши. Вам большое спасибо, что смотрели ролик. Обязательно прошу от вас лайк и подписку на канал. А также я подобрал для вас вот эту пару роликов, которые стоит посмотреть. Спасибо, что смотрели. И да пребудет с вами Шара. Продолжение следует...